Музыка нас связала. Героев следующего сюжета действительно объединила любовь к общему делу. В детской музыкальной школе номер 5 имени Филиппа Лукина учатся талантливые дети, которые неоднократно побеждают на различных конкурсах и выступают по всей России. Концертный хор Соловушки пел не только для всей России, но и для всего мира. Перед тысячами телекамер они выступили на церемонии закрытия Олимпиады в Сочи. Соловушки – участники детского сводного хора России, в котором от каждого региона были свои представители. Мы репетировали на самом стадионе Фишт, мы репетировали с талисманами. Несмотря на то, что разъехались каждые по своему региону, мы связаны как будто невидимой ниткой. По этому же принципу в России пройдет день хорового пения. К нему сейчас готовятся Соловушки. В 12 часов дня 24 мая запоют во всех уголках страны. В репертуаре произведения, которые были исполнены на закрытии зимних Олимпийских игр. Именно в 24 мая, в день славянской письменности и культуры, Россия зазвучит своими голосами. Причем будут петь все, начиная с Дашкалят и кончая хорами ветеранов. Мы надеемся, что это будет очень красиво. В нашем регионе, в Чебоксарах, планируется создание хора из 700 участников. Это детские сады, это музыкальные школы и школы искусств, это общеобразовательные школы, это любительские хоры, это профессиональные хоры Чебоксарского музыкального училища. Выстраивается хор, дальше поют, допустим, детский блок, поют свои песни. Какие-то произведения звучат в исполнении всего сводного хора. Я думаю, что когда запоют 700 человек, это будет эффектно, это будет звучать. На заливе около монумента матери-покровительницы 700 голосов сольются в единую песню. В сопровождении симфонического оркестра под управлением Мариса Яклашкина. Пока соловушки готовятся к предстоящему масштабному событию, ансамбль домристов «Акварель» из этой же музыкальной школы вернулся с международного конкурса «Живой родник». Фестиваль народного искусства проходил в Казани. Домристы стали лауреатами третьей степени. Это очень престижно, потому что конкурс был очень масштабный. Там было участвовало много ансамблей и коллективов из других городов. И для меня это было честью занять, даже участвовать просто в этом конкурсе. На протяжении пяти лет мы занимаемся этим любимым делом, делом, которым нравится очень детям. И самое главное, что вот это дети, которые вот здесь сейчас находятся, они играют все с основания этого ансамбля. Чем для нас престижен оказался этот конкурс? Во-первых, в этом конкурсе было общее количество 25 ансамблей. В нашей номинации, в нашей группе оказалось больше всех ансамблей. Когда дети сыграли, и когда я как преподаватель увидела, что жюри захлопало, то тогда, значит, уже было такое облегчение, что, ну, по крайней мере, что это понравилось. Ансамблю «Акварель» предложили поучаствовать в подобном конкурсе в Черногории. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.